Глава первая. Ф.Ф. Босфорд. Пионер служения и исцеления. Холодным зимним утром 1925 года в школьном дворе в Скрынтоне, штаб Пенсильвания, несколько разовощеких мальчишек, весело смеясь, играли в догонялки вокруг высокого дуба. Девочки качались на качелях, хохочая, взлетая все выше и выше. Внезапно одна из них упала на землю, заплакала и схватила за грудь, очевидно больно ударившись. Но вскоре девочка успокоилась, вытерла слезы, и присматривавшие за детьми взрослые не обратили особого внимания на происшедшее. Однако через несколько дней 9-летняя Ф.Ф. Ирио ощутила резкую боль в том месте, где чуть-чуть ушиблась. Обеспокоенные родители повели ее к одному врачу, затем к другому. Медики констатировали легкий ушиб в области левой груди, но боль усиливалась, и наконец в месте ушиба образовалась небольшая опухоль, выращая затем до размеров крупного апельсина. Родители Рафаэллы обратились к своему другу, квалифицированному педиатру из университета Джона Хапкинса. После нескольких сложных анализов врач с мрачным лицом объявил, что у Рафаэллы саркома левой груди. Убитым горем родителям оставалось лишь наблюдать за тем, как их драгоценная дочь охла на глазах. Раковая опухоль укоренилась в теле девочки так глубоко, что ей нельзя было делать операцию. Педиатр даже не мог облегчить страдания умирающей. На ее груди зияла открытая, кровоточащая рана, но поскольку в те времена науки было известно о раке немного, врач посоветовал травмированную область каждый день обрабатывать специальным бальзамом, а затем перевязывать чистым бинтом. Родители исполняли все указания, но никаких улучшений не наблюдалось. После нескольких месяцев безрезультатного лечения родители Рафаэллы пригласили своего друга-педиатра на воскресный обед, когда они беседовали за обеденным столом. Доктор со страданием посмотрел на свою маленькую пациентку, которой он так хотел помочь. Обращаясь к ее матери, он произнес довольно необычную для врача фразу, «Один человек проводит собрание в большой палатке в Скрунтоне, он молится, и люди выздоравливают». «Доктор, вы, должно быть, шутите», — ответила та. «Нет, я говорю вполне серьезно. У меня была одна пациентка с огромным зобом, получившая исцеление на собрании этого человека. Она сказала, что этот евангелист по фамилии Босфорд помолился за нее, и она мгновенно выздоровела». Миссис Сирио с изумлением посмотрела на врача, но он продолжал, «Почему бы вам не отвезти Рафаэлу к этому человеку? Может, он и сможет помочь?» Родители девочки в тот же вечер поехали в Скрэндон, чтобы послушать проповедь Ф.Ф. Босфорта о спасении во Христе и божественном исцелении. Они купили книгу Босфорта «Христосцелитель», которая впоследствии стала классикой христианской литературы об исцеляющей силе Христа. Всю следующую неделю родители зачитывали Рафаэле большие отрывки из этой книги, чтобы всем вместе вникнуть в данное бодлом обещание об исцелении во Христе. Их вера выросла, и в следующее воскресенье семья Сирио, теперь уже в полном составе, приехала на Крусит. Во время молитвы Ф.Ф. Босфорд подошел к стоящей на сцене девочке и с верой помолился о том, чтобы Бог исцелил ее и задействовал в качестве живого свидетельства своей силы. Когда они возвратились в тот вечер домой, миссис Сирио взяла бальзам и приготовилась помазать им рану Рафаэлы. Девочка с удивлением посмотрела на свою мать. «Мамочка, дорогая, где же твоя вера? Неужели ты не слышала, как тот человек сказал, что Иисус уже исцелил меня? Мне больше не нужны перевязки. Я исцелена». Небольшая опухоль, некровоточащие раны не исчезли с ее тела, но девочка начала смотреть на себя глазами Веры. В ту ночь миссис Сирио не сомкнула глаз. Она ворочалась на постели, беспокоясь о здоровье своей дочурки. Но, как она сама позже рассказывала, настало утро, и вместе с его наступлением новая жизнь наполнила нашу любимую дочь. Вера в Иисуса она сделала шаг, и он ответил на ее веру. О, как радостно и славно это было! Три. Утром родители обнаружили, что кровоточащая рана на теле их дочери полностью исчезла. Пять дней спустя опухоль уменьшилась до размера грецкого ореха, а вскоре от нее не осталось и следа. Хвала нашему замечательному, драгоценному Иисусу. Радостно восклицала моя девочка летом 1925 года на собрание в Скрынтоне. Ее дочурка была сверхъестественным образом исцелена, потому что Божий человек пропорядовал о полном спасении и искуплении во Христе. Спасении Духа, Души и Тела. Бог верен и исполнил свое слово. Первый генерал пятидесятнического движения ФФ Босворк был евангелистом-первопроходцем, первым христианским проповедником, выступавшим на радио, одним из самых успешных исцеляющих евангелистов 20-х годов прошлого века, заложившим фундамент пробуждения 40-50-х годов. Со дня посещения церкви на улице Азузастрит Фред Босворд стал краеугольным камнем современного пятидесятнического движения. В начале своего служения Босворд не раз сотрудничал с другими пятидесятническими служителями, такими как Джон Александр Дауэй, Мария Вудвард Эйтер, Чарльз Ф. Пархам, Джон Город Лик, Пол Рейдер и Эвэй Кеннин. Много лет спустя, в 50-х годах прошлого века, благодаря глубокому знанию священного писания и богатому опыту в качестве исцеляющего евангелиста Ф. Ф. Босворд стал наставником таких людей, как Джек Оу, Арал Робертс, Эрн Бакстер и многих других, входивших в группу Джеймса Гордона Линдса под названием «Голос исцеления». У него были близкие отношения с Уильямом Бранхамом и Телл Сборном. Эрн Бакстер, кстати, ездил с ними в Южную Африку и, вероятно, также присутствовал на собраниях, которые Бранхам и Босворд проводили в Соединенных Штатах. Ф. Ф. Босворд был кристально чистым и честным человеком. В своем служении исцеления он не руководствовался человеческими эмоциями, как многие другие проповедники, но всегда полагался на Бога, зная, что он верен своему слову. Поэтому он никогда не просил людей, побывавших на его собраниях, свидетельствовать о своем чуде, руководствуясь лишь ощущениями. Босворд всегда записывал имена и адресы людей, получивших исцеление на его служениях и относился к ним как к живому свидетельству и доказательству того, что Дух Божий действует через своих людей. Босворд всегда просил врачей документально подтвердить факты исцеления, которые Бог совершил через его служение. Благодаря этому за время своего служения Босворд собрал более 250 тысяч писем и свидетельств от людей, которым Бог прикоснулся через его проповеди. Некоторые из этих свидетельств я буду цитировать на страницах этой книги по мере того, как мы будем исследовать жизнь одного из истинных Божьих генералов, ставшего ключевой фигурой пробуждения и начала ХХ века. Несмотря на это, сам Босворд всегда заявлял, что главной его целью является спасение людей лишь затем – исцеление. Мальчик из погранича после долгих четырех лет гражданской войны Соединенные Штаты превратились в израненную и опустошенную страну. Чтобы помочь людям забыть страшные годы войны и с надеждой смотреть в будущее, американское правительство решило создать новый имидж для всей нации, поставив основное ударение на развитие всех сфер жизни общества. Американцев побуждали переселяться на Запад и обживать новые территории. С момента принятия в 1862 году федерального закона США, гарантировавшего бесплатную передачу переселенцам земельных участков из Фонда общественных земель и начала интенсивного строительства железных дорог тысячи семей переехали на Запад Америки. Бетон Босворд, воевавший на стороне республиканцев, после окончания войны вместе с женой Эмилией переехал в Небраску, где можно было дешево купить землю. Они приобрели небольшую ферму в городке Утики и начали обустраивать свое жилище. Морозным днем 17 января 1877 года Эмилия Босворд родила второго сына, Фреда Фрэнсиса. Босворды были рады тому, что у них появился еще один мальчик, который сможет помочь им в работе на ферме. Они радовались бы еще больше, если бы знали, что их сын повлияет на жизни свыше миллиона человек, рассказав им о любви с Иисуса Христа. Фред обладал железной волей. Он был тружеником, ставившим перед собой высокие цели и в конце концов достигавшим их. В девятилетнем возрасте он отправился вместе с отцом на встречу ветеранов гражданской войны в Форткине, штат Небраска. Там его ошеломил духовой оркестр и различные воинские ритуалы. С детства любивший музыку, мальчик был восхищен звуками, доносившимися с украшенной сцены. В то время как ветераны веселились и распевали патриотические песни, мальчик незаметно пробрался к сцене, чтобы понаблюдать за игрой корнетистов, боевых трубачей. Очарованным этим инструментом, Фред решил когда-нибудь купить собственный корнет и научиться играть на нем. В глубине души он до конца своих дней обожал музыку. Как сын фермера, Фред обладал деловыми качествами. Например, когда дядя подарил ему поросенка, он откормил его и продал на местном рынке. На вырученные деньги трудолюбивый мальчуган купил теленка, вырастил его и обменял вместе с приплодом на новенький корнет. Теперь, став обладателем вымечтанного инструмента, Фред решил научиться играть на нем. Старательно штудируя самоучителей игры на органе, долгое время пылившиеся в него дома, он самостоятельно обучился нотной грамоте. Затем Фред купил самый лучший самоучитель игры на корнете, который только мог отыскать. Работая в магазине своего отца, в отсутствие посетителей он часами тренировался игре на инструменте. С юных лет он проявлял настойчивость, которая впоследствии помогла ему пройти через трудности и даже преследование. Вскоре Фред стал достаточно умелым музыкантом, и его взяли в местную городскую группу. Когда его семья переехала в городок Юниверсити Плэс, он успешно прошел прослушивание в оркестр штата Небраска. С годами музыкальный талант молодого человека был по достоинству оценен в Нью-Йорке. К 16 годам Фред Босфорд уже мечтал о сольной карьере. Вдобавок к музыкальной одаренности он также был прирожденным коммерсантом. Юноша познакомился с торговым агентом, предложившим ему заняться продажей различных товаров, в том числе цемента для строительных компаний. Пытаясь сколотить состояние торговли, Фред со своим старшим братом искалесил всю Небраску, часто запрыгивая на ходу в открытые железнодорожные вагоны, чтобы проехать зайцем. Во время одной из таких поездок жизнь Фреда изменилась раз и навсегда. Изменен навсегда. Однажды в Амахе молодой Фред познакомился с мисс Мод Грин, которая была на несколько лет старше его. Она пригласила его на служение и пробуждение в Первую методистскую церковь. В первые два вечера он просто внимательно слушал гимны проповеди, затем провожал мисс Мод домой и возвращался в свою гостиницу. На третий вечер, однако, Святой Дух коснулся его сердца. Услышав проповедь о спасении, юноша впервые понял, какую жертву принес Иисус за него на кресте почти две тысячи назад. Его сердце чуть не выскочило из груди. Когда проповедник призвал к покаянию, мисс Мод побудила юношу выйти к алтарю. Склонившись в молитве, Фред понял, что именно сейчас ему предстоит принять важное решение, либо принять Христа в свое сердце, либо навек отвернуться от него. Побуждаемый Святым Духом, юноша решил откликнуться на Божий призыв. В тот же миг такое счастье наполнило его сердце, что он смеялся от радости до тех пор, пока не почувствовал себя неловко из-за того, что не мог остановиться пять. Теперь Фреду предстояло принять еще одно решение. Его коммерческий успех по большей части был основан на нечестных методах ведения дел. Ему пришлось отказаться от карьеры торговца и вернуться домой. Но что ему теперь было делать со своей новой христианской жизнью? В течение следующих двух лет Босфорд столько раз менял профессии, что трудно сосчитать. Вначале он устроился работать на ветряную мельницу, затем в продуктовый магазин. После этого Фред был продавцом в универмаге, мясником на рынке, железнодорожным рабочим, а также маляром. Все это время он усиленно строил отношения с Болом, но при этом беспокоился о своем будущем. Исцеляющая евангелистка Фред столкнулся с трудностями не только на работе. Его здоровье заметно ухудшилось. Во семью годами ранее, когда Босфорд жили в Юниверсити Плес, мальчик поранился, и местный врач сделал ему операцию. У доктора не было ассистента, поэтому самому пациенту пришлось помогать ему во время операции. В операционной было жарко, и мальчик, выйдя затем на холодную ночную улицу Небраски, простыл. Сильная простуда ослабела его легкие, вызвала хроническое заболевание, сопровождавшееся сухим, скрипучим кашлем. В 19-летнем возрасте кашель настолько обострился, что Фреду было больно дышать. Пролежав нескольких недель в постели, больной с ужасом обнаружил, что у него туберкулез, болезнь, отнявшая тысячи жизней на рубеже Найнтинс. 20-й веков. Диагноз врача был неутешительным. Юноша обречен. Что ему оставалось делать? За год до этого родители Фреда переехали в Фитцджеральд, штат Джорджии, чтобы начать все сначала. И вот смертельно больной юноша решил отправиться на поезде в Джорджию. В последний раз повидаться с близкими. Поездка показалась ему длинной и мучительной. Он даже не знал, доедет ли живым. Прибыв на конец в Фитцджеральд, он сполз поезда и рухнул в любящие руки матери. Она выхаживала сына несколько недель, пока он не смог самостоятельно выходить из дома и понемногу гулять на свежем воздухе. Во время одной из таких прогулок Фред зашел в методистскую церковь. В это время исцеляющая евангелистка Мэти перепроповедовала о глубоких отношениях с Богом. На протяжении всего служения Фред кашлял, и она несколько раз пристально посмотрела в его сторону. В конце проповеди юноша вышел к сцене, чтобы помолиться о более глубоком познании Бога. Мисс Мэти подошла к нему, посмотрела ему прямо в глаза и пророчески провозгласила, что у Бога есть план на его жизни, что ему еще слишком рано умирать. Затем служительница возложила на Фреда руки и помолила за его исцеление. С того самого момента молодой человек быстро пошел на поправку. Через несколько дней он побывал на приеме у врача, и тот подтвердил, что его легкие полностью здоровы. Босфорд радовался своему выздоровлению, но он обрадовался бы еще больше, если бы знал, что Бог избрал его для того, чтобы видеть истину спасения и исцеления тысячам людей, как верующим, так и неверующим. «Господь, мне все равно нужен план силы Фреда» очень быстро восстановились. Не зная, каким образом его задействует Бог, юноша обосновался у родителей, устроившись помощником начальника почтового отделения в Физджеральде. Затем его избрали секретарем городского совета. Через некоторое время он стал банкиром. В 23 года Фред женился на Стелле Хайт. Он привел ее к Богу вскоре после их знакомства, и она также решила посвятить жизнь служению Иисусу. Фред с женой регулярно посещали церковь, но непонятная тревога не переставала изводить его душу. Чтобы угасить волнение, молодой человек опять стал играть на своем любимом корнете, что стало возможным благодаря тому, что его легкие полностью восстановились. Вскоре он возглавил государственное оркестр Джорджия, который выступал на общегородских мероприятиях по всему стату. При этом он продолжал ожидать, когда же Бог покажет ему, в каком направлении двигаться дальше. Бог верен своему слову. У него был план Леофа Басворта, жизнь которого должна была вот-вот сделать крутой поворот. Однажды Фреду из Телли попал в руки журнал плода исцеления евангелиста Джона Александра Дауи. В нем говорилось о том, что исцеляющие силы Христа действуют на земле и сегодня. В журнале также шла речь о христианском сообществе, которое Дауи собрал в городе Сиони, штат Иллинойс. Фред и из Тела с большим волнением начали обсуждать эту новость. Фред уже знал из личного опыта, что Иисус Христос способен исцелять людей. Теперь же он хотел перенять опыт человека, верившего в те же самые принципы и служившего Богу в этом христианском городе. Как только молодая пара прибыла в Сион, Фред устроился в местный магазин бухгалтером. На каждом служении в городской церкви он с радостью играл для Бога на своем корнете. Музыкальный ансамбль Сиона состоял в основном из непрофессионалов. Джон Александр Дауи быстро распознал музыкальный талант басворта и предложил ему занять оплачиваемую должность руководителя ансамбли. Молодой человек охотно откликнулся на его предложение. В прошлом Фред играл в светских оркестрах и теперь был несказан рад возможности играть музыку, превозносящую Иисуса, которого он так сильно любил. По словам одного из ранних биографов басворта, ансамбль Сиона быстро превратился из разрозненной любительской группы в одну из крупнейших музыкальных организаций Соединенных Штатов. Репутация Фреда как талантливого музыканта начала росла с невероятной скоростью. За несколько месяцев ансамбль 47 музыкантов обрел всеобщее признание благодаря участию в «Круссейдах» доуле выступлением в Мэдисон Сквер Горден в Нью-Йорке. Басворта попросили отыграть 20 концертов подряд, по два в день на протяжении 10 дней. Нью-йоркские критики всегда относились к христианским группам Запада сарказмом, предрекая им неизбежный крах, но даже они не могли устоять перед талантом басворта. После первого концерта пресса в один голос разразилась похвалами, публика ожидала начала концерта, без особого энтузиазма, но как только музыканты сыграли первые четыре такта увертюры, весь зал понял, что перед ними настоящие виртуозы. Ф.Ф. Басворту в то время было всего 26 лет. Ошеломляющая сила Святого Духа, однако в Сеоне дело шли не очень блатко. Начиная с 1903 года, доуле начал вести себя все более и более деспотично в качестве мэра. Мало того, он объявил себя пророком Ильи и стал носить одежды ветхозаветного священника. Его постоянно сопровождали финансовые и личные проблемы. В то же самое время одна из жительниц Сеона, миссис Олдрон, побывала на палаточном собрании Чарльзи Ф. Пархэма. Она была крещена Святым Духом и заговорила на иных языках. Когда она принесла захватывающую новость о крещении Духом в Сеон, доуле заявил, что не допустит говорения на иных языках в своем городе. Однако Босворд вместе с евангелистом Джоном Городликом, который в то время также жил в Сеоне, жаждали силы Святого Духа. Когда несколько лет спустя Пархэм прибыл в Сеон, чтобы проповедовать о крещении Святым Духом, семья Босворда приняла его в своем доме и предложила там же проводить собрание. Вскоре после этого Босворд и Лейк были крещены Святым Духом. Вместе они поехали в Калифорнию на Зузастрит, чтобы пережить обновление в Святом Духе и найти ответы на мучившие их вопросы. Преподобный Уильям Дже Сейму рассказал им о новом Божьем движении. Вспомнив о своих юношеских скитаниях с одной работы на другую, Босворд вздохнул, «Жаль, что тогда никто не рассказал мне о крещении Святым Духом. Я долго бесцельно скитался по жизни, не зная, какое место в Божьем плане уготовано для меня». Босворду практически сразу стало ясно, какое место в своем плане приготовил для него Бог. За годы жизни в Сеоне он не раз с опасением думал о том, что Бог может призвать его проповедовать Евангелие. Приняв крещение Святым Духом, он, напротив, начал бояться, что Бог может не призвать его проповедовать. Когда ему исполнилось 29 лет, его жизнь радикально изменилась. В поисках стихов о Святом Духе, Фред наткнулся на Евангелие от Матфея 3, 11, «И крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым огнем». И на деянии апостолов 19, 2, Павел сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Иисус обещал, что Святой Дух придет, а что именно он будет крестить учеников Духом. Босфорд также прочел несколько книг о Дже Гордона, который рьяно доказывал с помощью Библии, что каждому верующему необходимо креститься Святым Духом и что это событие не идентично спасению. «Мы принимаем Христа, будучи еще грешниками, но Святого Духа мы принимаем, уже став Божьими детьми», – писал Гордон. «Нам нужно отказаться от непоследовательного толкования Священного Писания, которое представляет водное крещение апостольских времен обязательным действием для каждого верующего, но отвергает важность крещения Духом, представляя его добровольным решением каждого отдельного верующего». Для защиты истины полного Евангелия Босфорд решил использовать мудрость Божьего Слова. Впоследствии это стало его визитной карточкой в спорах об исцеляющей Божьей силе, действующей на земле в наше время. По священии перед лицом смерти покидая город Сион, Фред и из тела Босфорд решили полностью положиться на Бога, веря в его сверхъестественное обеспечение. Фред оставил свою светскую работу и занятие музыкой ради проповеди Евангелия. В начале этого нового этапа своей жизни Босфордам приходилось ежедневно доверять Богу в том, что он обеспечит и хотя бы самым необходимым. У них родилась дочь Вион, и они каждый раз перед приемом пищи молились, чтобы Бог дал им и ребенку хоть какую-то еду, и часто получали ответ буквально в последнюю минуту. Однажды им пришлось есть на завтрак, обед и ужин только вареную пшеницу. Они продержались в вере и преодолели этот этап своей жизни, после чего у них на беденном старее уже никогда не было недостатка. Когда у них вообще не оставалось ни крошки хлеба, Фред заглядывал в пустую хлебницу и громко восклицал, слава Богу, из тела и маленькая Виан делали то же самое. И Бог всегда обеспечивал их едой. Вскоре семья Босфорд переехала в Саутбинт, штат Индиана, затем в Остин, потом Уэйка, штат Техас, Конли, штат Южная Каролина, затем снова в Фитцджеральд и наконец обосновалась в Далайсе, в Техасе. Шел 1909 год, и пятидесятническое движение все сильнее распространялось по всей стране. При поддержке христианского миссионерского союза в Далайсе Босфорд основал церковь. Они проводили палаточное служение по всему городу, иногда по четыре в день, давая людям возможность примириться с Богом и получить крещение Святым Духом. Окрыленный тем, что все больше людей обращаются к Богу, Босфорд искал новые пути для проповеди Евангелия. Окрыленный тем, что все больше людей обращаются к Богу, Босфорд искал новые пути для проповеди Евангелия. В один жаркий летний вечер 1909 года кто-то из друзей рассказал ему о палаточном служении в Хирне, в нескольких километрах Адалоса, где Божий Дух с огромной силой действовал среди чернокожих христиан. В то время расовые отношения в Техасе были достаточно напряженными, и белые проводили палаточное служение отдельно от черных. Белые не хотели выходить на призыв к покаянию, если он исходил от черного пастора. Поэтому Фреда пригласили проповедовать на одном из таких собраний, чтобы белые слушатели также могли получить крещение Святым Духом через возложение рук белого проповедника. Босворд доехал электричкой до Хирни пошел со станции на звуки музыки, пытаясь найти евангелизационную палатку. Атмосфера была пронизна жаждой познания Христа, и белые, до этого момента слушавшие проповедь возле палатки, попросили Босворда зайти внутрь проповедовать им о Божьей силе. Стоя на сцене перед двумя разрозненными группами людей, Босворд произнес короткую проповедь о любви Христа и силе Святого Духа. «Пере ночью идти сегодня у меня», — предложил ему после завершения собрания один из белых служителей, «а завтра продолжите свою проповедь». Босворд согласился, и они направились к месту ночевки. Внезапно за ними устремились озлобленные белые мужчины с палками и клюшками для гольфа. Они выкрикивали вслед Босворду проклятие за то, что он якобы приехал сюда, чтобы проповедовать чернокожим. Он объяснил, что его пригласили белые служители, но разгневанные расисты, продолжая угрожать ему, потребовали, чтобы он немедленно убирался из их города. Полной ненависти, которая может исходить только от сатаны, эти люди вовсе не шутили, и Босворд понял это. Он согласился уехать и направился к станции, чтобы возвратиться в Даллас. Стоя на темном перроне, Босворд вдруг увидел, что к нему быстро приближается еще более многочисленная пьяная толпа, изрыгающая ругань. Компания налетела на Босворда, сбив его с ног. Пьяницы угрожали ему, говоря, что он не выберется из города живым, и били его веслами и палками по спине, так что кожа у него на теле лопнула и начала кровоточить. Несколько раз его ударили бейсбольной битой по левой руке, сломав запястье. Несмотря на все это, Босворд верил, что отец защитит его, поэтому даже не пытался обороняться. Бой не прекратился так же внезапно, как и началась. Устав издеваться над проповедником, изуверы подняли его с земли и потребовали, чтобы он немедленно убирался из их города, не дожидаясь поезда. Истекая кровью и прижимая к телу сломанное запястье, Босворд поднял здоровой рукой чемодан и медленно побрел вдоль железнодорожной колеи в сторону Далласа. По пути, размахивая рукой, он пытался остановить поезд, но напрасно, и ему пришлось продолжить путь пешком. Через два дня Фред добрался до дому и упал без чувств на руки испуганной жены. Ему пришлось целый месяц провести в постели, но Босворд гордился тем, что прошел такое большое расстояние, не прекращая ходатайствовать за своих обидчиков. Он был благодарен Богу за то, что остался жив и может продолжать проповедовать Божье Слово. Вскоре после этого Фреду и Стелли сообщили, что два главаря Шайки, жестоко избившие Босворда, погибли при весьма странных обстоятельствах. Ниже приведен отрывок из письма, написанного Босвордом матери вскоре после его избиения. Мы так радовались, получив сегодня утром письма от тебя, Берта и Берты. Поэтому я решил сразу ответить, чтобы избавить тебя от лишних беспокойств о моем здоровье. Когда я писал тебе из кальвета по пути из хирни домой, я сообщил в письме о том, что на меня накинулась разренная толпа, и лишь потом подумал, как сильно это могло испугать тебя. Тогда я порвал первое письмо и написал другое, в котором уже не упоминал о нападении. Так поступил я только для того, чтобы тебя не волновать. В газетах ничего не писалось об этом нападении, поэтому я не знаю, как ты узнала обо всем. Было бы хорошо, если бы ты выслала мне газету, в которой я обо всем этом прочитала. Услышав, что об этом позавчера появилась заметка в одной из местных газет, я просмотрел всю прессу за этот день, но ничего не нашел. На ежегодном общенациональном, пятидесятническом, палаточном служении в хирни на деревянной подпорке, продолжение палатки, были натянуты навесы, чтобы белое население города также могло присутствовать на собраниях. Белые хирницы никогда не слышали полного Евангелия, поэтому, помимо сидевших под навесом, палатку окружили множество автомобилей, повозок и вообще толпа белых, чтобы послушать проповедь слова и свидетельства людей. Они заинтересовались проповедью, но не хотели принимать крещение из рук чернокожего проповедника. Эти люди убедили руководителей послать за кем-то из белых пятидесятнических проповедников, чтобы тот помог им креститься духом. Итак, я приехал в палаточный лагерь и в субботу вечером пропорядовал двум большим аудиториям слушателей черным и белым. Бог дал мне необычайную свободу и способность пропорядовать и объяснять истины нашего движения тем и другим, и все они приняли мои слова с большим воодушевлением. Я очень устал и уже не собирался пропорядовать им вечером, но люди просили меня поделиться словом, и Бог помазал меня на это дело. Когда я направлялся в дом одного белого проповедника, который также служил в тот день, на нас напала группа хулиганов, у одного из которых был револьвер. Он и его братья проклинали нас за то, что мы якобы приехали, чтобы поставить их на один уровень с грязными ниггерами. Казалось, они были готовы пристрелить нас обоих на месте. Бой был со мной, и я с удивительным хладнокровием ответил, что исполняю Божью волю так, как умею, что я готов умереть за истину и не буду препятствовать им делать то, что они задумали. Если Бог допустит это, привожу свои слова недословно, но, если они не возражают, я хотел бы коротко объяснить свои действия, прежде чем они начнут в нас стрелять. Сначала они отказались слушать меня, но затем все-таки дали мне слово. Тогда я сказал им, что приехал вовсе не для того, чтобы унизить их, что как раз белые попросили меня приехать и помочь им принять крещение духом, что я выполнил их просьбы и теперь готов принять то, что Бог предназначил для меня. Услышав мои объяснения, они решили не трогать нас, но поставили нам условие, следующим же поездом покинуть город. Итак, мы отправились на станцию, я купил билет до Далласа, а мой брат во Христе пошел в гостиницу за своим чемоданом. Пока его не было, я стоял и ждал поезда, и вдруг пьяная компания, человек 25, окружила меня и сбила с ног. Изо всех сил они начали колотить по мне тяжелыми палками, сделанными из лодочных весел, проклиная и угрожая, что я уже больше никогда не смогу проповедовать. Я не сопротивлялся, но доверился Богу, молясь лишь о том, чтобы они не сломали мне позвоночник. Бог защитил меня, и ни одна кость в моем теле не сокрушилась, кроме левого запястья. Как только прекратили избиение, я поднялся на ноги, их дружки, у которых не было палок, опять сбили меня с ног и начали молотить по голове кулаками. Так сбивали меня с ног несколько раз, но я ни разу не терял сознание, и это было Божьим чудом. Затем мне не позволили дожидаться поезда, но заставили идти 20 километров пешком до кальвета, где я сел на поезд в воскресенье в 14.00 и поехал домой. Страдания, которые я испытал во время расправы, были ужасны, но как только избиение прекратилось, я отвел взгляд от своих ран и ушибов и устремил его на господа, и он забрал все мои страдания и наполнил меня своей властью и силой, так что я смог пронести тяжелый чемодан в правой руке более 20 километров. Я не испытывал ни малейшего гнева или неприязни к тем мужчинам, которые так безжалостно избили меня, и прогулка до кальверта в полумраке луны и ночи стала самым удивительным опытом в моей жизни. Бог дал мне силу молиться ходатайственной молитвой за своих мучителей, и я просил, чтобы он простил их и подготовил к своему пришествию. Мое тело было изранено отключить до колен, но я не чувствовал никакой боли. Завидев ран на моем теле, люди начинали охать и ахать, но я не ощущал никакого беспокойства, страха и даже усталости. Господь был несказан милостив ко мне, и с тех пор я неоднократно благодарил Его за возможность участвовать в Его страданиях. Если бы это происшествие было результатом моего неблагоразумия или если бы я говорил что-либо, кроме Его прекрасного слова, я очень сожалел бы об этом, но, поскольку оно стало результатом повиновения Его воли и повелению проповедовать Евангелие всякой тваре, я испытываю большую радость, ведь я пережил нечто подобное тому, что переживали христиане в первые годы существования Церкви. Я чувствую, что в своей христианской жизни поднялся на несколько ступенек выше. Бог уже использовал этот случай, сделав его благословением для других, и я получил несколько ободряющих писем от Божьих людей. Ты не волнуйся, мы пока что не проповедуем в хирне и не будем этого делать, если только Бог не побудет нас к этому, как Он повел нас проповедовать в Квинсити и других районах Далласа. Он утвердил свою волю в этом деле, спасая и исцеляя многих людей и крестив более 225 человек Святым Духом. Это самая благословенная Божья работа, какую Он совершил через меня. Мы не строим своих собственных планов, но ждем, когда Он укажет нам, что делать. Мы только недавно переместили нашу палатку с угла и скила на угол из Цайда и Вашингтона-Веню. И вчера вечером, во время первого собрания на новом месте, палатка была заполнена людьми, слушавшими проповедь с огромным вниманием. Молитесь, чтобы Бог благословил наше собрание в этом месте. Возможно, через несколько дней мы переедем в какое-нибудь здание рядом с палаткой. И он чувствует себя хорошо, она такой прекрасный ребенок. Время от времени Бог дает ей настоящее время за души людей, и Дух Святой через нее ходатайствует на иных языках. Брат Фред Агрейв сейчас живет с нами. Мне только что доставили газету Эсиона с описанием моего избиения. Приведенные в ней факты не совсем достоверны. На лице у меня ни одной царапины, зато на голове несколько шишек и синяков. На моем лице не осталось ни единой отметины. Очень хотел бы повидаться со всеми вами. Мы все живем счастливо и исполняем Божью волю. Я бы предпочел оставаться верным, переживая небольшие гонения, вместо того, чтобы сдаться и подвергнуть себя огромной беде. Хвала Богу! Я настроен до конца исполнить Божий план для меня. С огромной любовью твой любящий сын Фред. Десятилетие пробуждения по мере того, как волна пятидесятнического движения стала распространяться по всей стране, во многих городах возникали ассамблеи Божьи. В 1910 году Босфорд основал первую ассамблею Божью в Далася, и люди начали стекаться к нему из всех окрестностей, чтобы послушать его проповеди. С самого первого дня ее существования жаждущие получали спасение и крещение Святым Духом со знамением говорения на иных языках. У Босфорта не было специального богословского образования, но он был умным человеком, изучавшим Библию с огромным усердием, которое проявилось у него еще тогда, когда учился играть на корнете. Бог дал ему духовные дары и евангелисты и учителя для созидания тела Христа, смотри, Ефесянам 4, 11-13. Это было очевидным для всех, слышавших его проповеди. В 1912 году Босфорд пригласил Марию Удвард Эдгвер, известную пятидесятическую евангелистку, провести ряд собраний в его церкви. Во время ее шестимесячного пребывания в Далайся город накрыло пробуждение и множество людей получили спасение, крещение Святым Духом и исцеление. Благодаря успеху этих собраний Босфорд стал известным в пятидесятнических кругах человеком. Следующие несколько лет после ее отъезда пробуждение в его церкви продолжалось. Число Ассамблей Божьих продолжало расти, и Босфорта избрали членом Генерального Совета Ассамблеи Божьей. В апреле 1914 года в Ходсплингси, штат Арканзас, прошло первое заседание Генсовета, на котором обсуждалась новая стратегия. Босфорту предложили стать одним из 16 членов Исполнительного Совета Пресвитеров Динаминации. Целью Генерального Совета и Совета Пресвитеров было установление принципов веры для их молодой динаминации. В качестве пастора Долазской Церкви и члена Генсовета Ассамблеи Божьей Фред Босфорд проехал более 150 тысяч километров по всему юго-западу страны, используя любую возможность для проповеди. Если хотя бы один человек был готов услышать Евангелие Иисуса Христа, Фред с радостью делился с ним благой вестью. Он верил в ходатайствующую церковь, достигающую потерянных, поэтому организовывал много палаточных собраний, проходивших одновременно в разных районах Далласа. Он проповедовал Евангелие каждый вечер, и все больше людей обращалось к Христу и получало спасение. Из пасторов в Евангелисты как раз в то время, когда Далласское пробуждение начало постепенно затихать. Единственный сын Босфортов, четырехлетний Вернен, заболел и внезапно умер. Через несколько месяцев после смерти сына Фред уволился из церкви, в которой был пастором и которую сильно любил. Опираясь на свой многолетний опыт изучения Божьего Слова, Босфорт пришел к выводу, что иные языки не единственное изначальное доказательство крещения Святым Духом. Другие члены Генсовета Ассамблеи Божией не согласились с Босфортом, они единодушно верили, что говорение на иных языках, как единственное доказательство крещения Святым Духом, должно оставаться нерушимым принципом их динаминации. Один из долазских служителей начал распускать слухи о Босфорте, обвиняя его в распространении ереси среди пятидесятнических церквей. В июле 1918 года Босфорт спокойно и без протестов сложил свои полномочия в Ассамблее Божией. Его попросили еще раз представить на рассмотрении Генсовета свои доводы в пользу того, почему иные языки не являются единственным доказательством крещения Святым Духом. В смирении сердца Босфорт искренне попытался отстоять свои убеждения перед лицом братьев. Выслушав его, члены Совета проголосовали против представленных им доводов, и на этом их пути с Босфортом разошлись. Не успев оправиться от этих злоключений, Фред столкнулся с новой, еще более тяжелой бедой. Престела была его верной помощницей в течение 18 лет, но, отдавая все силы служению, надавала свое здоровье. Вопреки рекомендациям врачей, она не соблюдала постельного режима. В начале 1919 года у нее начался сильный кашель, быстро переросший в пневмонию и затем в туберкулез. Несмотря на искренние молитвы многих друзей, из тела Босфорта умерла 16 ноября 1919 года, оставив сиротами двух дочерей. Фред был свидетелем бесчисленного количества исцелений в результате молитвы, из-за чего смерть жены стала для него еще и большим потрясением. Но он все равно не отрекся от веры в живого, истинного Бога. Эти испытания сделали Босфорта еще более сострадательным человеком. Люди считали его добрым, скромным, всецело полагающимся на Бога. Его вера не поколебалась, поэтому Господь дал ему еще и большую силу свидетельствовать людям о его любви. Оставив дочерей на попечении верных людей, Босфорт полностью посвятил себя служению. Он присоединился к христианскому миссионерскому альянсу, попросив своего младшего брата Бета помочь ему в служении в качестве руководителя прославления. Вместе они принялись ездить по всей стране, куда бы их ни приглашали, со страстью приводя заблудших к Христу. Именно в 20-е годы прошлого века Ф.Ф. Босфорт начал проповедовать Божье Слово с невиданной ранней силой, и чудеса и знамени постоянно сопровождали его проповедь. Первая победа в Лиме летом 1920 года Босфорта пригласили проповедовать на служение пробуждения в Лиме, штат Огайо. У пастора была к нему только одна просьба — проповедовать об исцеляющей силе Иисуса Христа. Приняв это приглашение как Божье видение, Босфорт провел много времени за изучением Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, чтобы побольше узнать о Господе Целителя. Бог спас Босфорта от неминуемой смерти, когда он болел туберкулезом, поэтому Фред не понаслышке знал, что Иисус Христос исцеляет людей сегодня. Исцеление верующего является частью послания о спасении, это входит в цену, которую Христос заплатил за нас на кресте. Но Босфорта все равно мучил один вопрос. «Я сказал Богу, а что, если я начну проповедовать об исцелении, люди выйдут вперед для молитвы, но не получат исцеление?» Бог ответил мне, «Если бы после твоей проповеди люди не откликались на призыв к покаянию, разве ты перестал бы говорить им о моей любви?» 12. Осознав это, Фред решил смело возвещать полное послание об искуплении в Иисусе Христе. Поднявшись на сцену, Босфорд сказал, «Я верю, что исцеление тела является такой же частью Евангелия, как и спасение души». Собрание в Лиме проходили в большой палатке на протяжении нескольких жарких августовских вечеров 1920 года. В первый же вечер, поднявшись на сцену, Босфорд сказал ожидавшим его слушателям, «Я верю, что исцеление тела также является частью Евангелия, как и спасение души». Он заверил их, что Христос хочет исцелить их измученное болью тело точно так же, как их потерянные души. Затем сделал очень смелое заявление, «Приводите на следующее собрание всех больных и слабых, независимо от того, знают они Иисуса Христа лично или нет. Бог хочет исцелить их». Заинтригованный этим заявлением, слушатели решили прийти на следующее собрание с больными и умирающими родственниками и друзьями. В конце собрания Босфорд еще раз подчеркнул, что и спасенные и не спасенные люди могут привести с собой своих больных родственников. Он пообещал им, что их здоровье полностью восстановится. Следующим вечером на собрании присутствовали сотни людей, через день после этого — тысяча. Вскоре служение пришлось перенести в городской зал. Одни люди пришли в ожидании исцеления, другие — чтобы посмеяться над неудачей Евангелиста. Но все присутствующие стали свидетелями одних и тех же чудес. Глухие обретали способность слышать, слепые прозревали, хромые снова могли ходить. Святой Дух священно действовал в жизни людей, и его невозможно было остановить. Врачи приехали на собрание с тяжелобольными пациентами, многие из которых получили исцеление. Так Элис Брейкер, потерявшая всякую надежду на выздоровление, побывала на одном из первых собраний в Лиме. Рак настолько изувечил ее верхнюю губу, что зубы выглядывали наружу. Она прикрывала лицо платком, скрывая свое уродство. Чтобы ослабить мучительную боль, не дававшую ей уснуть по ночам, врачи выписали ей небольшие дозы эфира. Все свои скромные сбережения Элиса стратила на поездки к специалистам в Нью-Йорк и Нью-Джерси, но они абсолютно ничем не смогли ей помочь. Женщина была в полном отчаянии. Услышав о служениях исцеления в городском зале, она, не имея никакого представления о том, что там происходит, решила сходить туда и проверить, смогут ли там ей помочь. Первое, о чем она услышала, о цене, заплаченной Иисусом Христом на кресте за ее грехи. Сердце Элис наполнилось благодарностью, и, склонившись в молитве, она приняла Христа как своего спасителя. Затем женщина вышла вперед, чтобы проповедник помолился о ее исцелении. Позже, встретившись с командой Басворта, она описала то, что произошло, после того, как они помолились за меня. Мне показалось, будто на моем лице образовалась резиновая маска. Она постепенно сползала с лица, и я поняла, что исцелена. Я попросила знакомую снять с моего лица бинты, и Бог так сильно коснулся меня, что я начала громко кричать от радости, не в силах остановиться. Как прекрасно не ощущать никакой боли. Я так счастлива. Выйдя на улицу, я пошла домой, не переставая радостно кричать. На следующее утро после моего исцеления я отправилась в гостиницу, в которой работала, и показала знакомой свое лицо. Но, увидев, что Господь дал мне новую губу, она была потрясена. Многие люди приезжали из других городов, чтобы посмотреть на меня, и услышать историю моего исцеления. Я с радостью рассказываю им о том, что со мной произошло. Мой лечащий врач посетил меня, чтобы лично убедиться в моем исцелении. Все, что он смог сказать, это чудо. Ф. Ф. Босворт был обыкновенным человеком, сердце которого жаждало обратить к Христу как можно больше заблудших. Он верил, что исцеление тела входит в искупление, данное нам Иисусом, и что оно способно привлечь множество людей, чтобы они могли услышать послание о спасении. Босворт был также очень открытым человеком, поэтому просил документально подтвердить каждое исцеление, произошедшее на его собраниях. А в местных газетах не раз подробно описывались чудеса, произошедшие в августе того года в Лиме. В статье, опубликованной в питцбургской газете National Labour Tribune, Бертрам Миллер написал об удивительных служениях Босворта следующее. В адрес этого человека не было никакой критики со стороны прессы, потому что на его собраниях не наблюдалось ни фанатизма, ни всплесков неудержимых эмоций. Люди из различной динаминации и национальности получали спасение и чудесное исцеление, задаваясь потом вопросом, почему они никогда раньше не слышали послания полного Евангелия. Одни получали исцеление мгновенно, другие — в последующие дни. На одном из служений присутствовало одновременно десять врачей, с огромным интересом наблюдавшие за происходящим. На глазах у некоторых из них получили исцеление их собственные смертельно больные пациенты. Чудеса в Питцбурге несколько недель спустя команда Босворта отправилась в Питцбург. Многие из тех, кто был исцелен в Лиме, последовали за ними, чтобы помогать им в служении самостоятельно молиться за исцеление больных. Босворд считал, что исцеление приходит не через его руки, а через веру в Божье Слово, теплившуюся в сердцах больных. Питцбургские чудеса многократно превзошли исцеление, свидетелями которых стали жители Лимы. Ни одно церковное здание не могло вместить толпы народа, приходившие послушать проповедь Божьего Слова, поэтому собрания проводились в Карнерге-Холле в Окленде, пригороде Питцбурга. Газета National Labor Tribune продолжала описывать события тех дней. Представители всех деноминаций переполняют зал. Католики, члены епископальной церкви, пресвятеряне, методисты, баптисты, объединенные пресвятеряне, методистские протестанты, пятидесятники и многие другие, и все они бегут к сцене с верой в Божью помощь. Несколько сотен ищущих Бога людей ежедневно выходят к сцене. Врачи, адвокаты, финансисты, торговцы, представители всех профессий и родов деятельности, ученые, в том числе практикующие врачи, медсестры и старшие медсестры из разных больниц и санаториев. Все они ищут спасения души или исцеления тела. Это зрелище изумляет всех, наблюдающих за тем, как огромное множество людей обращается к Богу. Результаты этой кампании просто поразительны. Джон Спрул заговорил. Джон Спрул еще юнош и участвовал в Первой мировой войне. Когда, выполняя спецзадания, он со своим отрядом обеспечивал поставку продовольствия во Францию, его вместе с другом отравили горчичным газом. Друг умер через несколько дней, а Джон выжил. Во французской больнице, куда его привезли, ему сделали 14 операций, 6 на горле и 8 на легких. После этого он полностью потерял способность говорить. Кроме того, Спрул вырезали так много шейных мышц, что он почти не мог держать голову вертикально 17. Джон вернулся в Америку инвалидом. У него было уплотнение в легких, частые приступы боли в животе, а также он внезапно терял сознание. Он ездил по всей стране, пытаясь поправить свое здоровье, но его состояние все врачи объявили безнадежным. Когда он вернулся в свой родной Питтсбург, мэр города Эдвард Баб как взялся за его дело. Страна в то время испытывала нехватку лекарств для ветеранов, поэтому мэра местные конгрессмены отправили Джона Спрул для прохождения специального курса лечения Вашингтон. Возвратившись из Вашингтона, Спрул сообщил мэру, что столичные врачи признали его неизлечимо больным и дали справку о его полной нетрудоспособности. Ему выделили ежемесячное пособие, но он понимал, что впереди его ожидает будущее, исполненное невыносимой боли. По Божьему провидению, вскоре после возвращения из столицы ему попалось на глаза объявление о евангелизационной кампании Ф.Ф. Басворта. Он пришел на собрание просто потому, что ему уже нечего было терять. Когда ветеран войны слушал свидетельства людей, отдавших свои сердца Христу, «Дух Святой начал действовать в его сердце». Позже он вспоминал, «Невероятная радость наполнила мою душу, когда я понял, что бы хочет спасти меня, и прямо тогда я ответил ему «Да». Как я желал, чтобы ко мне вернулась способность говорить, и я мог рассказать людям о своем спасении». Когда Босворт попросил выйти к сцене людей, нуждающихся в исцелении, Джон Спрул ринулся вперед с сердцем, исполненным верой. После молитвы кто-то из стоявших рядом с ним воскликнул, «Хвала Господу!». И Спрул решил, что этот человек призывает его начать хвалить Бога вслух. Из всех глупостей, которые могли прийти в голову этому человеку, вспоминал Джон, «Самой большей глупостью было ожидать от меня, что я начну громко славить Бога, ведь все вокруг знали, что я не могу говорить». Затем Спрул подумал, «Ну разве это вера? Я попробую сделать это, даже если меня никто не услышит». В тот миг, когда он попытался вслух прославить Бога, неведомая сила наполнила все его естество. Невыносимая боль сжала все его тело. От живота до макушки, но через мгновение исчезли все симптомы болезней. Мучивших Джона долгих четыре года. У него больше не болели легкие, и из его горла не вырывалось отвратительное хрипение. Во весь голос он закричал, «Хвала Господу! Хвала Господу!» После служения родные Джона начали предостерегать его, чтобы он поберег вновь обретенный голос. Но он ответил, «Я возглашаю слово хвалы, зная, что до тех пор, пока я славлю Бога, ничего с моим голосом не случится». Джон позвонил друзьям и матери по телефону, чтобы сообщить им радостную весть, но никто из них не поверил, что это он. Когда новости дошли до репортеров местной газеты, они настояли на том, чтобы встретиться с исцеленным в офисе мэра Бабкока. Спрулл вошел в мэрию с высоко поднятой головой, широко улыбнулся репортерам и заговорил нормальным голосом. На следующий день газетные стенды города пестрели броскими заголовками, Джон Спрулл заговорил. Семья Джона от души радовалась, когда его трехлетняя дочь Мэри Джейн, никогда раньше не слышавшая отцовского голоса, захлопала в ладоши и воскликнула, «Мой папа говорит! Мой папа говорит!» Иисус помог папе заговорить. Совет ветеранов направил Джона на обследование, после которого он был объявлен совершенно здоровым. Ему перестали выплачивать пособия по нетрудоспособности, ведь теперь он был исцелен и мог работать. В течение многих лет после своего исцеления Спрулл переписывал с СФФ Босвортом, постоянно сообщая ему, как сильно он наслаждается здоровьем души и тела. Христос, наш Целитель, основываясь на своих познаниях Священного Писания, в 1924 году Фред Босворд написал книгу «Христос Целитель». Эта книга по сей день является классикой христианской литературы об исцеляющей силе Христа. Основной вопрос, на который Босворд попытался ответить на страницах книги, заключался в следующем. Действительно ли Христос искупил нас от болезней, умерев на кресте за наши грехи? По его мнению, Библия недвусмысленно отвечает на этот вопрос. Да, Бог неоднократно проявлял себя как Целитель в Ветхом и в Новом Завете. В Ветхозаветной книге Исход описан удивительный переход евреев через Красное море, которое Бог разделил по слову Моисея, когда израильский народ спасался из египетского рабства. Когда сыны Иакова перешли на другой берег, тот же Бог, который даровал им спасение, впервые открылся им как Целитель, говоря, «Если ты будешь слушаться глаза Господа, Бога твоего, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Целитель твой». Исход 15, 26. В книге Псалмов царь Давид также описывает исцеляющую природу Божьего спасения. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Псалом 102, 2-3. Давид понимал, что прощение грехов и физическое исцеление — это благословение, по праву принадлежащее Божьим детям. Возможно, ключевым библейским стихом для Басворта был отрывок из книги Исаии 53, 5. «Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». В этом отрывке священного Писания Бог открывается нам как Спаситель, прощающий наши грехи и исцеляющий нас от болезней. Оба эти благословения Господь в равной степени дает каждому, кто готов их принять. В книге Христосцелитель Босворд пишет, что исцеляющая природа Бога проявляется в земном служении Христа. В качестве примера он приводит отрывки из Евангелия от Матфея 4, 23. «И ходил Иисус по всей Галилея, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея 12, 14-15. «Иисус удалился оттуда, и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех». И Евангелие от Луки 6, 19. «И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех». Босфорд заявлял, «Вера возрастает тогда, когда человеку открывается Божья воля, 23». Библия говорит, что Божья воля заключается в исцелении больных, и верующие могут принять его волю верой, которая является результатом слышания Божьего слова. Смотри, Римлянам 10, 17. Кроме того, Босфорд пишет, что греческое слово «сатиря», переведенное на наш язык как «спасение», включает в себя избавление, спасение, исцеление и мудрость, которое Христос обещал дать нам через Свою смерть и воскресение. В искуплении кровью Иисуса Христа заключается полное спасение Духа, Души и тела каждого человека. Вера исцеляет девушку. В первой половине 20-х годов прошлого века Фред со своим братом Бертоном искалезили всю Америку. Главной целью их служения было спасение грешников. Во время их семинедельной евангелизационной кампании в Атаве известной своей консервативностью канадцы выказали большой голод по Богу. 12 тысяч человек отдали сердца Христу, а на последнем собрании присутствовало 10 тысяч человек. Канадцы были настолько благодарны Босфорту за его послание об исцелении во Христе, что 5 тысяч человек провожали евангелисты и его спутников прямо до поезда. Подхватив на руки своих американских братьев, они несли их на плечах до самого вокзала. Тем не менее, Фред Босфорд всегда делал все возможное, чтобы вся слава доставалась Богу, а не ему. Когда скончалась из тела, Фред решил посвятить всю свою жизнь Богу и не жениться повторно, но больше всего он хотел быть послушен Богу. В возрасте 45 лет он познакомился с аспиранткой Нью-Йоркского отделения Наякской библейской школы Флоренс Валентин. Узнав ее поближе, Фред понял, что она всецело разделяет его желание служить Богу и пропорядовать Евангелие. Они помолились о том, чтобы воля Божья исполнилась в их жизни, и вскоре тихо, без фанфар, обвенчались. Все 36 лет их совместной жизни Флоренс была для своего мужа большой отрадой и превосходной помощницей в служении. Флоренс взялась помогать братьям Босфорд распространять послания об исцеляющей Божьей силе, и несколько лет они вместе проводили служение и исцеление в разных городах. Прослужив с Фредом рука об руку пять лет, его брат Бертон решил основать собственное служение, а Фред и Флоренс продолжили служить по большей части в окрестностях Чикаго. Нередко они проводили собрание в Чикагском шеатре Евангелия, и больные чудесным образом получали исцеление. 28 марта 1928 года на первой полосе Чикагской газеты «Дэйленус» была опубликована статья под заголовком «Девочку, 6 лет страдавшую глухотой, исцелила вера». Ниже была помещена большая фотография Фреда Босфорта, который показывал улыбающейся девочке-подростку, как пользоваться телефоном. Рут Пайпер была 16 лет. Ее мама умерла, когда девочке было всего 8 лет, и отец выгнал ее из дому. Так Рут оказалась в сиротском приюте. В 11-летнем возрасте она переболела дифтерией с карлатиной, из-за чего оглохла на оба уха. Кроме того, из-за хромоты, вызванной серьезным искривлением позвоночника, ей пришлось носить корсет. Врачи не могли помочь ей, и ее пребывание в приюте оказалось гораздо длительнее, чем у большинства ее сверстниц. Рут была любимицей всех посетителей приюта, и кто-то из волонтеров. Приходивших в приют послужить детям, был тронут ее судьбой. Это доброволец убедил старшую медсестру Марту Диксон повезти девочку на служение исцеления басворта в Чикагский шатер Евангелия. В тот же вечер, 2 марта 1928 года, Рут Пайпер была полностью исцелена. Девочка радостно выбежала в гостиную приюта, навстречу репортеру из Дейленус, чтобы поделиться с ним свидетельством. «Да, все это правда», — сказала она, демонстрируя свою легкую походку. Когда я стояла на сцене, а преподобный басворд молился за меня и помазывал елеем, в моей голове будто пронеслась молния, после чего мои уши наполнили сильным звоном. Возвращаясь в тот вечер домой на автобусе вместе с миссис Диксон, девочка никак не могла привыкнуть к тому, что ее окружают разнообразные звуки. Каждый раз, когда новый пассажир оплачивал проезд и звонил компостер, она подскакивала на месте. Звуки казались ей очень громкими, но одновременно такими прекрасными. «Именно об этом говорится в Библии», — объяснила Рут-репортеру в завершении их разговора. «Я просто поверила в это и исцелилась. В конце 20-х годов прошлого века Божья сила продолжала действовать в служении басворда, исцеляя людей. Кто же он такой? Несомненно, Ф.Ф. Босворд, один из самых плодовитых исцеляющих евангелистов 20-х годов. Но каким он был человеком? Многие его современники-пятидесятники были известны своими шумными собраниями и эмоциональными призывами к публике. Босворд во многом отличался от них. Он обладал глубоким смирением и состраданием к людям и свято верил в Бога и его Слово, а также в Божие призвания для своей жизни. Вот почему его никогда не пугал успех других служений, и он никогда не пытался соперничать с другими проповедниками. Босворд стремился к чистоте мотивов и поступков. Его жизни служения снискали им уважение многих людей, даже его оппонентов. По характеру это был весельчак с незаурядным чувством юмора, который старался быть оптимистом вне зависимости от обстоятельств. Один репортер из Питцбурга, ссылаясь на Евангелие от Луки 8, 25, написал, «Простота его служения и отсутствие любых попыток сыграть на эмоциях огромной толпы, ломящейся в здание, чтобы послушать его проповедь, заставляют невольных свидетелей происходящего задать себе вопрос, кто же он такой, этот Фред Босворд?» Юнисон Перкинс, одна из ранних биографов Босворда, была большой поклонницей его проповеди, которые она кратко описала следующим образом, «Никакого сценического мастерства». Он был необразованным со светской точки зрения, но обладал необычайно ясным умом и простой, четкой логикой. Босворд изучал серьезную христианскую литературу и постоянно искал назидание в Божьем Слове. Кроме того, его простая естественность, или естественная простота, всегда восхищала всех, слышавших его проповеди, более сильное и вдохновляющее, чем красноречивое выступление многих известных ораторов. Босворд считал, что Божье Слово способно укрепить веру в сердцах тех, кто читает его книги или слушает его проповеди. Твердо стоя на прочном фундаменте Божьего Слова, он проповедовал спокойно, но со властью, присущей немногим его современникам. Босворд считал, что Божье Слово способно укрепить веру в сердцах тех, кто читает его книги или слушает его проповеди. Когда Босворд проводил Круссид в Сент-Поле, штат Миннесота, Преподобный Д.Ж. Д. Уильямс поместил о нем статью в местной газете. Он восхищался широтой его послания. Его учение основано на Библии и охватывает все четыре аспекта Евангелия, то есть представляет Христа как спасителя, священника, целителя грядущего царя. Особый акцент он делает на искупление, покрывающему духовные и физические нужды человека. Одной из наиболее сильных сторон служения Басворта, по словам Уильямса, была отличная подготовка служителей, молившихся за выходивших вперед людей, а также соответствующая подготовка сердец слушателей через проповедь Божьего Слова к принятию и в конце собрания спасения и исцеления. Уильямс продолжает, служение, как правило, проходили очень тихо, голосы из зала слышались довольно редко. Было очевидно, что каждая проповедь проникала глубоко в сердца людей. Со стороны Евангелиста не было никаких попыток воздействовать на толпу или побудить кого-либо из присутствующих к принятию поспешных эмоциональных решений. Чувствовалась его полная зависимость от Святого Духа. Словом, они проповедовали не себя, но Христа Распятого. На служении их Басворта всегда в воздухе была разрита некая святая радость. Он сам радовался полноте искупления во Христе и делился этой надеждой со всеми своими слушателями. Фред Басворк был также одаренным учителем. П.С. Кембелл, профессор греческого языка из Таронского университета Макмастера, сказал о нем следующее. Его проповедь строится исключительно на Библии. Он верит Божьему Слову и все свои аргументы подкрепляет цитатами из Священного Писания. Его проповедь абсолютно лишена сенсационности и является собой верх простоты. И, само собой разумеется, он всегда говорит языком, понятным слушателям. Его проповеди свидетельствуют о том, что он, несомненно, обладает учительским даром. Следовательно, ему всегда удается донести до слушателей истины, которую он проповедует. Первый радиоевангелист в конце 20-х годов служение Басворта стало настолько востребованным, а возможности оставались настолько ограниченными, что он почувствовал острую потребность в новых средствах достижения людей для Христа. Служав Чикаго вместе с Полом Рейдером, Басворк понял, что ему нужно использовать радио. В 1926 году в домах появились первые простые приемники, и Рейдер начал выпускать в эфир одну из первых христианских радиопередач в стране. Первая радиопередача FF Басворта называлась «Час света». Каждое утро в 9.00 на Чикагской радиостанции WJJD звучала ее музыкальная заставка «Не забывая молиться». Вскоре после этого евангелист основал Некомерческое национальное радиослужение «Пробуждение», мечтая с его помощью обратить к Иисусу Христу всю страну. Поселившись в городке Риверфоресте, штат Иллинойс, в нескольких часах езды от Чикаго, Басворд со своей женой начали записывать радиопередачи в небольшой студии прямо у себя дома. Затем Фред передавал их по телефону на Чикагскую радиостанцию, где их выпускали в эфир. Тысячи слушателей этих передач просылали автору письма с просьбами молиться за их исцеление. Сообщения о жизнях людей, измененных силой Святого Духа, сотнями прибывали к нему домой. За время существования этой радиопередачи, до 40-х годов, Басворд получил более 250 тысяч писем от людей, получивших спасение или исцеление благодаря его проповедям. Хотя ежедневные проповеди на радио и позволили евангелисту ограничить количество своих поездок, он не прекращал служение и исцеление, на которое истекались тысячи людей. Но в годы Великой Депрессии поездки на дальние расстояния были очень затруднены, поэтому большую часть своих собраний Басворд проводил в окрестностях Чикаго. Своим радиослужением Басворд достиг десятки тысяч человек, и все равно он оставался очень занятым человеком, что влияло на его личную жизнь. В это время Басворд стал сторонником спорного учения о британском израилезме, которое пользовалось огромной популярностью в начале 20 века. Некоторые люди придерживаются его и по сей день. Приверженцы британского израилезма утверждают, что многие европейцы, особенно жители Великобритании, являются прямыми потомками десяти потерянных колен Израиля, отведенных в плен ассирийцами. Смотри. Четвертое царство 17, 18. Эта теория получила широкое распространение в Англии и Соединенных Штатах. Неизвестно, насколько сильно Басворд увлекся этим учением, но из-за него он на несколько лет покинул христианский миссионерский альянс. В середине 40-х годов евангелист отказался от своей приверженности британскому израилезму и был восстановлен в церкви. Выход на пенсию не входил в Божий план, и в 1947 году, в 71 год, Фред Басворд собирался сделать следующий шаг в своей жизни. Они с Флоренс решили, что пришло время выйти на пенсию и обосноваться в Майами, в солнечной Флориде. Но что этот посвященный Божий человек будет делать с остатком своей жизни? Выход на пенсию явно не входил в Божий план для Басворда. В это время как раз начал свое служение исцеления американский евангелист Уильям Бранхам, его пригласили в Майами для проведения евангелизационной кампании. Фред и Флоренс из любопытства побывали на одном из его служений и были поражены силой Святого Духа массовыми исцелениями. Басворд познакомился с молодым евангелистом, а когда узнал его поближе, предложил ему сотрудничество. Бранхам с радостью согласился стать учеником Божьего человека сорокалетним опытом служения и исцеления за плечами. И с 1948 года Басворд, присоединившийся к команде Бранхама, ездил с ним повсюду, проповедуя о спасительной вере и Божьем исцелении. Он делился словом днем, чтобы Бранхам мог отдохнуть и подготовиться к более массовым вечерним служениям исцеления. Вскоре к ним присоединился молодой евангелист из Канады Эрн Бакстер, который стал исполнительным менеджером Бранхама и также спикером дневных собраний. Ошеломляющий успех служения Бранхама описал в журнале «Голос исцеления» Гордон Линдса, благодаря чему репутация Бранхама среди пятидесятников стремительно выросла. Фред Босворд по-прежнему оставался очень проницательным и непоколебимым в своем понимании Божьего слова человеком. В 1950 году В.А. Бест, пастор крупной баптистской церкви в Хьюстоне, штат Техас, предложил Бранхаму принять участие в дебатах о божественном исцелении. Бест считал, что чудеса исцеления прекратились со смертью первых апостолов и что все современные исцеляющие евангелисты просто мошенники. Бранхама отказался принять вызов, но 73-летний Ф.Ф. Босворд с энтузиазмом принял его. Он был искусным апологетом и не мог упустить возможность отстоять Божью истину. Дебаты подробно освещались репортерами местных газет. Во время дискуссии Босворд представил библейские доказательства, приведенные им в общих чертах в книге «Христосцелитель», в том числе и аргументы об исцелении и скуплении во Христе и об одном из искупительных имен Бога — Яговарова. Затем он обратился к живым свидетелям, присутствовавшим на дебатах, и попросил подняться тех, кто был исцелен Богом. Газета «Хаустен Пресс» написала следующее. Когда преподобный Бест высказал свои доводы, преподобный Босворд подбежал к микрофону и попросил подняться тех из присутствующих, кто верой получил исцеление. «Сотни людей по всему залу встали. Есть ли среди вас баптисты?» — спросил преподобный Босворд, и минимум сто исцеленных подняли руки. Служение Босворда в других странах Уильям Бранхам проводил много служений за границей. 25 ноября 1951 года Ф.Ф. Босворд увидел со сцены огромную толпу, собравшуюся на подроме Греевель в Дурбане, в Южной Африке. По официальным данным, количество присутствовавших на этом собрании составляло 75 тысяч человек. Более чем за 40-летний период своего служения Босворд никогда не видел такой огромной массы людей с открытыми, жаждущими сердцами. На утреннем собрании Босворд проповедовал о желании Святого Духа исцелять людей и объяснял, как обрести веру, необходимую для получения исцеления. Позже в тот же день 37-летний Эрн Бакстер делился словом о спасении через кровь Иисуса Христа. Когда он попросил подняться людей, желающих принять Христа своим спасителем, встало более 10 тысяч человек. Повернувшись к Босворду, проповедующий испуганно зашептал, «Они, наверное, неправильно меня поняли. Не могут же все эти люди хотеть стать христианами». Бакстер повторил призыв к покаянию, и люди замахали руками, давая понять, что они хотят посвятить свою жизнь Богу. В тот же вечер, после проповеди Уильяма Бронхама, еще несколько тысяч человек получили спасение и исцеление по Божьей благодати. Во время этих трех служений всего за один день приблизительно 30 тысяч грешников поводали свои сердца Христу. Босворд был несказанно рад участвовать в этом движении Божьего Духа. В течение последних лет служения Фреда Босворда ничто так не трогало его сердце, как поездки в другие страны. Он был изумлен массовостью покаяний, открытыми сердцами и верой, какой он никогда не видел в Штатах. Вместе с командой Бронхама Босворд также побывал в Германии и Швейцарии. Босворду в то время было уже за 70, но он старался не отставать от молодых. Каждое утро этот Божий человек делился с людьми Божьим Словом и укреплял их вере. Помимо этого, Босворд надолго задерживался после вечерних собраний, после того как уезжал Бронхам, и, невзирая на усталость, молился за больных. В 1952 году Босворд отделился от команды Бронхама, но по-прежнему продолжал служить в других странах еще несколько лет. Проводил собрания в Южной Африке и на Кубе, а также совершил две миссионерские поездки в Японию, где и провел свое последнее служение. Славный уход на небеса одним из биографов Босворда был Аскар Бломгрен-младший, молодой репортер журнала Хэрлд О'Фэйс. В пятилетии возраста Аскар упал со скамейки в парке. Мальчика срочно доставили в больницу, и рентген показал, что его локтевая кость раздроблена. Врачи опасались, что рука ребенка останется неподвижной до конца его жизни. Отец Аскара, посвященный христианин и близкий друг Босворда, позвонил евангелисту и попросил помолиться за сына. Он не просил, чтобы тот приехал к нему домой и возложил руки на пострадавшего, считая, что достаточно молитвы по телефону. На следующий день мальчик перенес сложную операцию на руке, после чего ему опять сделали рентгеновский снимок, чтобы определить, успешно ли прошла операция. В итоге озадаченным врачам пришлось делать третий снимок. Они позвали родителей Аскара к себе в кабинет, чтобы обсудить с ними результаты. Ни на втором, ни на третьем рентгеновском снимке не оказалось никаких признаков перелома, будто его никогда и не было. В то время как родители ребенка обсуждали с врачами его удивительное выздоровление, маленький непоседок как ни в чем не бывало, висел на перекладине в своей палате. Ему медленно сняли гипс. Вспоминая этот случай, Аскар всегда с благоговением добавлял, что его исцеленная рука впоследствии неоднократно приносила победы его футбольной команде во многих матчах. Описывая жизнь Босворта, Аскар говорил об этом человеке с большой теплотой. Фред Босворд помог мне и десяткам тысяч других людей обрести непоколебимую веру в Бога, которую мы пронесем до конца наших дней. Он неоднократно доказывал, что благословения христианской жизни касаются не только духовной, но и физической сферы. Через него Бог дал пытливым умам прочный фундамент веры. Те из нас, кому посчастливилось знать этого человека лично, не забудут его никогда. Но, что более важно, вера, которую он передал нам, будет жить в сердцах наших детей и внуков еще многие годы. В 1958 году, возвратившись во Флориду после своей последней кампании в Японии, Босворд объявил Флоренс, что Господь скоро заберет его к себе. Ему ушел 82-й год, но он не был болен. Просто Босворд просил Бога, чтобы он позволил ему прожить до конца дней в полном здравии, и теперь знал, что его время на земле вышло. Впервые за 16 лет все дети Босворда собрались вместе, чтобы попрощаться с дорогим папочкой. Его сын Боб написал о последних неделях жизни отца следующее. Спустя три недели после того, как он слег, мы сидели возле его кровати, разговаривали, смеялись и пели. Внезапно папа поднял глаза вверх, после чего больше не замечал нас. Он видел то, что было скрыто от нас. Он начал приветствовать тех, кто давно отправился на небеса Господу. Время от времени он приходил в себя, смотрел по сторонам и повторял, «О, как это прекрасно!» Несколько часов Ред как будто находился между двумя эмирами, затем тихо уснул. Позже он перешел сна в свою вечную обитель во Христе. 23 января 1958 года, после полувекового служения Иисусу Христу, своему спасителю и целителю, Босворд наконец встретился с ним лицом к лицу. Подсчитано, что за время своей земной жизни этот Божий человек помог обратиться ко Христу более чем миллионы человек. Поэтому я верю, что множество спасенных радостно встретили его на небесах. За несколько дней до смерти Босворд сказал, «Все, ради чего я жил в последние 60 лет, это Господь Иисус Христос. Я жду, что в любую минуту Он может прийти за мной, и тогда я отправлюсь с ним на небеса и буду жить в его присутствии вечно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова